Очередные пандемические вызовы проверяют на прочность систему здравоохранения. Именно поэтому стационарные учреждения постепенно совершенствуют свою материальную базу, дополняя ее новыми объектами. Кислородно-распределительный узел в Брестской городской больнице номер один – один из них. Почти за три месяца строители возвели самостоятельный комплекс серьезной мощности. На данные работы было направлено полтора миллиона рублей из средств городского и областного бюджета. Медицина мира работает в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. И, конечно, раньше никто не мог предполагать таких вызовов. Для сравнения, потребление кислорода у нас увеличилось более чем в 25 раз в сравнении с доковидным периодом. И, естественно, то оборудование, те магистрали, источники кислородоснабжения, они свою функцию выполнили в критический момент. Но чтобы чувствовать себя уверенно для персонала и для пациентов, это все требовало серьезной модернизации и реконструкции, которая была выполнена. Председатель городсполкома Александр Рогачук прибыл в учреждение, чтобы лично ознакомиться с масштабом проведенных работ. Благодаря новому распределительному узлу теперь в больнице организовано 226 кислородных точек, что позволяет обеспечить стабильную подачу кислорода для 75% пациентов, находящихся на лечении. В качестве основного источника кислородоснабжения установлены два резервуара жидкого кислорода объемом по 5 тонн. Кроме того, проведена полная реконструкция магистральных труппопроводов. С учетом того, что в условиях пандемии городская больница номер один принимает ковидных пациентов, объект будет особенно актуален. Руководство области выделило целевые деньги. И сегодня мы можем говорить о том, что данное учреждение, являясь резервным учреждением здравоохранения для оказания помощи брещанам, абсолютно готово к любым вызовам, ковидным вызовам для нашего города. Поэтому мероприятие это, оно не торжественное, оно рабочее. И заверяю, что власть всегда будет четко определять приоритеты, исходя из интересного, прежде всего, здоровья наших жителей. Это позиция руководства области, это позиция руководства города. И дальнейшее совершенствование материальной базы наших учреждений здравоохранения будет продолжаться на плановой, постоянной основе. После осмотра объекта Александр Рогачук смог пообщаться с работниками учреждения здравоохранения и рассказать о планах по его совершенствованию и модернизации. Следующая задача по первой больнице – переоснащение операционного блока. К этому вопросу предлагается приступить как можно раньше. Что же касается в целом системы здравоохранения города, то здесь сейчас немало тем для работы. Тем более, что ситуация по коронавирусной инфекции вновь держит медиков в напряжении. У нас в настоящий момент для оказания помощи стационарной COVID-19 пациентам с пневмонией задействовала два стационара. У нас практически не выходила с этой работы. Центральная городская больница в настоящий момент полностью развернут для оказания помощи COVID-19 пациентам с пневмонией. И в настоящий момент тоже развернуты дополнительные койки в городской больнице номер 1. На фоне подъема этой заболеваемости, конечно, эта волна протекает более тяжелее, пациенты более молодые, больше идет потребление кислорода, более нуждается в оказании интенсивной терапии. На фоне подъема этой заболеваемости очень актуальна и модернизация подачи кислорода в центральной городской больнице. На настоящий момент там тоже готова проектно-сметная документация. Сейчас заключается договор на поставку кислородного газификатора на 10 тонн и будут начаты строительно-монтажные работы.